здравствуйте дорогие мои подписчики и гости канала сибирская дача на родниках сегодня у нас 1 декабря первый зимний месяц за окном у нас снег а на окне у меня красуется прекрасные хризантемы я решила попробовать отмыть ванну от желтизны и от известкового налета без использования специальных химических средств вот посмотрите покажу вам поближе вот видно желтый налет вот буквально посмотрите поближе прям четко видно тут и налет и известковый и вот желтизна можете увидеть поближе я тут снимаю сразу хочу сказать что агрессивной химией пользоваться нет желания ник она конечно отлично все очистит за считанные минуты но эмаль повредит это уже точно вот конечно лучшее решение не ждать появления налета и ржавчины а стараться все это убирать заблаговременно но бывают и так что ну не сильный такой скажем налет уж не совсем запущенная вот ванна но тем не менее имеет место быть сейчас поближе покажу какими же средствами я пользуюсь и так нам понадобится сода пищевая лимонная кислота и средства для мытья посуды у меня биолан также стеклянная емкость ложечка стеклянная емкость насыпаю 5 чайных ложек соды 1 2 3 4 и 5 ложка соды соду сейчас уберу беру лимонную кислоту и также пересыпаю ее в чайную ложечку получается у меня да как раз чайная ложечка вот у меня остатки лимона и вообще там 10 грамм у меня тут чуть поменьше но этого вполне достаточно так тоже вот пересыпаю ложечку соединяю с содой перемешиваю перемешала соду с лимонной кислотой и сейчас буду добавлять средства для мытья посуды также буду добавлять 5 чайных ложек 1 2 3 4 ложечка и 5 так этого вполне достаточно на тот объем который у меня имеется все перемешиваем посмотрите на глазах сразу же появляется пена перемешиваю все чтоб нигде не было нет не промешанно пышная пышная пенка получается вот такое средство ну вот с помощью такой вот губки и безопасного чистящего средства буду сейчас стараться отмыть известковый налет и желтизну своей ванны вот на губку нанесла средства и втираю легким движением руки по всей поверхности загрязнения стараюсь не пропустить а все везде промокнуть вот особенно в уголочке уголок там наиболее как бы больше загрязнения так вот хорошо хорошо все втираю сейчас показываю вам поближе как нанесла я это средство посмотрите вот так вот вот пена видите желтизну как видно и налет сверху вот налет желтизна вот посмотрим насколько это средство действительно стоящее очистит она или не очистит мне поверхность ванны нанесла это средство и сейчас минут на 40 можно будет все дело это отставить люблю с утра порадовать себя кофе крепким с молоком обязательно очень люблю кофе с молоком с утра пока в ванне идет процесс очистки немножечко сделала себе такой отдых оставшиеся средства я решила использовать для очистки раковины и смесителя вот так же нанесла с помощью такая вот у меня палочка вот все везде промазала почистила вот и решила тоже оставить так же как ванна минут на двадцать ванну оставила минут на сорок получается а уже и раковину со смесителем минуточек на двадцать вот все промазала все оставила ну что 40 минут истекли идем смотреть оттирается или не оттирается убираете или не убирается наш налет и вот это самая желтизна вот с помощью губочки обратной стороной губки это кухонная маленькая губочка с обратной стороны она такая шершавая у нее поверхность поэтому с помощью ее такими легкими движениями не сильно надавливая я пытаюсь очистить все и я так думаю что у меня получается да ok ok Субтитры сделал DimaTorzok Вот посмотрите, пожалуйста, показываю поближе Вот основная желтизна, которую я вам показывала, посмотрите, она действительно отошла Ее нет, вы можете это видеть В углу здесь тоже была довольно-таки приличная желтизна, но там еще герметик Вот он, как бы за счет того, что вот этот герметик, он и то, посмотрите, отмылось хорошо Отчистилось И налет, сверху был налет Вот на этом бордюрчике Все отошло Все чистенько Да, действительно можно использовать соду, лимонную кислоту И любое средство для мытья посуды Ну, либо, я не знаю, можно, наверное, и жидким мылом также пользоваться В принципе, почему бы и нет Вот, говорят, можно использовать еще уксус Уксус я не использовала Ну, а сейчас я перешла к очистке смесителя и раковины Сейчас уберу все принадлежности Мыло убрать тоже, чтобы поверхности были свободны и не мешали при уборке, при чистке Смеситель тоже очищаю Внутренняя сторона смесителя Получается, там тоже налет Вот, известковый налет И поэтому я пытаюсь оттереть аккуратненько Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас водичкой хорошенечко все промою Вот, вытру И посмотрим результат Что же у меня получилось Ванна у меня Результатом чистки ванны я довольна Сейчас вам покажу Насколько чисто у меня отмылся смеситель и раковина Субтитры сделал DimaTorzok После того, как промыла смеситель и раковину Обязательно сухой тряпочкой прохожу По поверхности Получается, как бы, такая полировка И, чтобы не оставались пятна от воды Вот, не было разводов Все прохожу сухой тряпочкой У меня обычная кухонная тряпочка Вот, которая используется для кухонь Вот, все протираю И сейчас поближе вам покажу Какой же результат получился у меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Результатом я довольна Посмотрите, какой чистый смеситель Блестит Видно отражение даже кафеля Вот, никакого налета Никакой нигде ржавчины нет Вот, очень довольна результатом Поэтому смело могу порекомендовать Использовать Это средство Безопасное Вот, для чистки Ванны Санфаянса И смесителей Ну, а я на этом с вами, друзья Прощаюсь До новых встреч Увидимся на канале Сибирская дача на родниках Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok